Привет, друзья! С вами Даша и канал «Это просто». Сегодня я расскажу об особенностях кредитной карты МТС Кэшбэк. Универсальная карта МТС Кэшбэк имеет несколько ключевых особенностей. Первую – вы можете использовать ее как кредитную с длительным беспроцентным периодом или как дебетовую и, соответственно, расплачиваться по ней собственными средствами. Вторая – карта предоставляет повышенный кэшбэк в популярных категориях и партнерской сети. Об этих и других особенностях предложения от МТС Банка мы поговорим в данном видео. Для начала перечислю основные параметры карты. Кредитный лимит до 300 000 рублей. Льготный период до 111 дней. Ставка на покупки вне льготного периода от 11,9 до 25,9%. Минимальный платеж по карте 5% от суммы задолженности. Снятие собственных средств без комиссии. Комиссия за снятие кредитных средств 3,9% от суммы операции плюс 350 рублей. Кэшбэк 1% на все покупки, 5% в супермаркетах, кинотеатрах и на АЗС. До 25% у партнеров. Выпуск карты 299 рублей. Обслуживание бесплатно. СМС-сервис первые два месяца бесплатно с 3-го 15 рублей в месяц. Помните, что со времени выпуска данного видео банк мог изменить условия. Перейдите по ссылке в описании для ознакомления с актуальным тарифом. Начнем с преимуществ кредитной карты МТС Кэшбэк, а затем перейдем к недостаткам. МТС предоставляет бесплатное обслуживание карты, но за выпуск придется заплатить 299 рублей. Данная сумма спишется после первой покупки. Вы можете оформить заявку на получение карты в салонах МТС, в офисах банка или же онлайн по ссылке в описании к видео. При заполнении онлайн заявки о решении банка вы узнаете об СМС. Банк предоставляет бесплатную доставку карты курьерам в течение 1-2 дней в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах в течение 2-5 дней. Если вы не хотите, чтобы плата за выпуск списалась за счет кредитного лимита, рекомендую сразу после получения карты пополнить ее на 299 рублей. Вы можете использовать универсальную карту МТС-кэшбэк как дебетовую. Для этого на следующий день после получения нужно отказаться от одобренного кредитного лимита. Второе, важной особенностью кредитной карты МТС-кэшбэк является ее бонусная программа. При оплате карты вы получаете 1% кэшбэка за все покупки, 5% в категории супермаркета, кинотеатры и АЗС, а также до 25% в интернет-магазинах. Подробнее со списком партнерских магазинов вы можете ознакомиться на сайте по ссылке в описании к видео. Отмечу, что за совершенные покупки вы получаете бонусы, которые, к сожалению, нельзя вывести. Накопленный кэшбэк можно тратить на оплату услуг МТС или обменять на скидочный сертификат для покупки товаров в салонах оператора. По сути, все владельцы карты становятся участниками внутренней системы кэшбэка, где бонусы можно тратить только внутри группы компании МТС. К примеру, можете пополнить свой или чужой номер телефона, а также оплатить услуги домашнего интернета или ТВ. Большую накопленную сумму выгодно менять на скидки при покупке аксессуаров, телефонов или другой техники в салонах МТС. Отмечу, что лимит кэшбэка за месяц составляет 10 000 рублей. Кредитная карта МТС-кэшбэк предоставляет беспроцентный льготный период до 111 дней. У карты честный грейс-период, то есть, к примеру, все покупки, сделанные в январе, нужно полностью оплатить до 20 апреля. Отличия честного от нечестного грейс-периода с подробным описанием схемы оплаты каждого вы можете посмотреть в отдельном видео на канале. При использовании кредитной карты МТС-кэшбэк важно до 20-го числа каждого месяца вносить минимальный платеж в размере 5% от задолженности. На примере покупок в январе данную оплату нужно осуществить с 1 до 20 февраля и с 1 до 20 марта. В противном случае банк начислит штрафы, а по окончании льготного периода начислит проценты на все покупки за расчетный месяц. Четвертое. Карту МТС-кэшбэк удобно пополнять. Банк предоставляет множество способов оплаты кредита без комиссии. Вы можете вносить средства при помощи онлайн-банка на сайте или в мобильном приложении, использовать сервис МТС-деньги или внести наличные в офисах и салонах МТС. Пятое. Я уже упоминала ранее, что универсальную карту МТС-кэшбэк можно использовать как дебетовую. Для этого важно отказаться от кредитного лимита и внести на карту собственные средства. Вы останетесь участником бонусной программы, то есть будете получать повышенный кэшбэк за покупки и сможете снимать наличные без комиссии в любом банкомате по всему миру. Также собственные средства можно переводить на карту другого банка, но с комиссией в 15 рублей за операцию. Шестое. Кредитную карту МТС-кэшбэк легко оформить. Нужен будет только паспорт, подтверждать доход не потребуется. Отмечу, что вы можете заполнить заявку онлайн на сайте банка или с помощью сервиса госуслуг и получить карту курьером в течение пары дней. Закончу описание преимуществ карты МТС-кэшбэк кратким перечислением дополнительных особенностей. Карта имеет систему бесконтактных платежей и поддерживает технологии оплаты покупок телефоном. Банк часто устраивает акции и дополнительные скидки на товары и услуги партнеров. С полным списком предложений вы можете ознакомиться в отдельном разделе на сайте. От преимуществ карты переходим к ее недостаткам. Главная фишка карты, а именно повышенный кэшбэк, может стать мощным преимуществом, а также сильным недостатком. Ведь важно понимать, что накопление и использование бонусов выгодно тем, кто находится в экосистеме МТС или регулярно покупает технику или аксессуары к ней. В противном случае вы не сможете найти применение полученному кэшбэку и потеряется смысл оформлять именно эту карту. Возможно, выгоднее будет обратить внимание на другие предложения от популярных банков. Что касается банка МТС, то, к примеру, кредитная карта Деньги Zero не начисляет проценты за использование заемных средств, а списывает 30 рублей за каждый день при наличии задолженности. К тому же по данной карте вы сможете снимать деньги в любых банкоматах без комиссии. Если же вас устраивает сам факт начисления бонусов, но не подходит категории, то можете обратить внимание на карту МТС Деньги Weekend. Возможно, данное предложение больше подойдет конкретно под ваши траты. Второе. Карту МТС можно использовать как дебетовую, но есть ряд существенных минусов в сравнении с конкурентами. Отсутствует начисление процента на остаток и есть комиссия в 15 рублей за перевод на карты других банков. Если вы собираетесь использовать карту МТС как дебетовую, то для начала предлагаю сравнить ее с лучшими предложениями банков. Видео также есть на канале. Третье. Как и любая другая финансовая организация, МТС могут навязывать или подключить ненужные дополнительные платные услуги, к которым относится страховка или смс-информирование за 15 рублей в месяц. Их можно отключить, обратившись в банк или позвонив на горячую линию. Четвертое. При оформлении кредитной или кредитной карты нужно понимать, что вам могут отказать. Дело может быть, например, в плохой кредитной истории. Как ее исправить, мы рассказывали в отдельном видео на канале. Мы рассмотрели основные особенности кредитной карты МТС Кэшбэк. Карта выделяется длительным льготным периодом, интересной бонусной системой и возможностью использовать собственные средства. По ссылкам в описании вы можете самостоятельно познакомиться с рассмотренной картой, а также другими популярными финансовыми предложениями. С вами был канал «Это просто». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь опытом и задавайте вопросы в комментариях. Вас ждут еще больше полезных видео.